Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Александр Лучков, я скрипач с 40-летним стажем, и сегодня я хотел вам рассказать о новом звукоснимателе фирмы KNA, и у него называется он VV-WI. Я уже несколько датчиков KNA рассматривал, внимательно изучал и вам о них рассказывал. Ну вот пришла новая модель. Она имеет несколько очаровательных особенностей. Ну, вот первое, что хочется сказать, это то, что он красивый. Он выполнен вручную в Европе, не в Китае. И, ну, просто красивая вещь. Очень приятно и в руки взять, и на инструмент установить. Во второе, он беспроводной, то есть сразу к нему прилагается приемник, который вы включаете в любой вам удобный микшер или там усилитель, и без всяких проводов, которые для скрипача на самом деле очень неудобная штука. Сколько раз у меня скрипка падала из-за этих проводов, не сосчитать. И, наконец, еще одна деталь. Вот вы, может быть, видите, у меня он стоит, и, в принципе, его положено сюда ставить по инструкции. Но за счет того, что из него не торчит никакой джек, провод, его, в принципе, можно поставить в любое место скрипки. И вот в данном случае у меня совершенно свободно помещаются два датчика на инструменте, друг друг совершенно не мешает. Как мы уже видели в предыдущих моделях датчиков КНА, он подключается моментально, без каких бы то ни было усилий. Вот сюда под подставочку ставится такая таблетка. Все, секундное дело. Ничего не надо спускать струны, снимать подставку, подсовывать и так далее. Этого ничего не нужно, особенно если вы, например, еще учитесь в музыкальном училище, то, конечно, педагоги крайне болезненно реагируют на какие-либо устройства, стоящие на инструменте. Это можно быстро перед входом в учебный зал снять, потом снова надеть и идти играть. Что касается управления. Значит, тут кнопочка, загорелась лампочка. Все, датчик готов. У него внутри аккумулятор, там никакая ни батарейка. Туда вот таким вот шнуром вы подключаетесь к обыкновенному USB блоку питания и прекрасно все заряжаете. И не надо эти батарейки искать, они постоянно садятся, теряются и так далее. Тоже крайне удобно. Ну и, наконец, мы видим здесь на датчике две кнопочки плюс-минус. Это, как вы понимаете, громкость, что тоже существенно. Вы прям у вас под рукой управление громкостью вашего звука. Это замечательно. Что касается звучания датчика. Ну, я так вот сильно не заметил отличий от предыдущих. Да и, собственно, и зачем какие-то изменения. Датчики КНА показали свой качественный звук. Достаточно адекватно передают звучание акустического инструмента. Крайне удобно то, что они не требуют, опять же, вот сам датчик не требует никакой батарейки, в отличие от большинства активных датчиков. Потому что батарейки с криптичных датчиков имеют обыкновение садиться, но в самый неподходящий момент они это делают редко, что еще более неудобно. То есть где-то раз в полгода. Ну, вот тогда, когда просто невозможно найти батарейку в радиусе 20 километров. Много раз с этим сталкивался. Датчик звучит убедительно, плотно, выдает хороший громкий сигнал, который легко обрабатывается. Если вам что-то там хочется подрегулировать по частоте, вы, разумеется, это можете сделать на микшере или на усилителе. И шикарно участвовать в любом, даже очень громком ансамбле, наряду с духовыми, с ударными. Ваш инструмент будет слышно. Ну, а теперь послушаем, как этот прекрасный датчик звучит. Субтитры создавал DimaTorzok